Дорогие друзья, хочется также вас поздравить с этим праздником, который очень важный для каждого из нас. Он на самом деле сильный воскрес для того, чтобы мы жили. Каждый жил из нас, и это жизнь, которую нам Бог даровал для того, чтобы мы жили, и через нашу жизнь исполнялись те действия, которые Бог хочет, чтобы этот мир, любовь, оно приходило на эту землю. И сегодня это приходит посредством нашего Иисуса Христа, который однажды родился, прошел определенный путь для того, чтобы мы жили. И в Библии написаны такие слова «Ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Я хочу сегодня немножко рассказать о себе, о своей определенном отрезке жизни, о том, насколько Бог великий в моей жизни. И вот это воскресенье, однажды Бог родился во мне, дал пережить его. И сегодня я каждый день благодарен Богу и каждый день радуюсь тому, что однажды Бог меня встретил. Я родился в христианской семье, но все равно вот эта личная встреча, она должна была быть, и она была в моей жизни. И я не хочу все полностью рассказывать, я хочу определенный отрезок определенного Божьего благословения, который Бог хранил, оберегал и дал жизнь на сегодняшний день. Я хочу рассказать о этом величественном Боге в моей жизни. Когда пришел момент, я вырос, у меня прекрасная семья, у меня пятеро деток, четыре дочери и последний сын, пятый сын мой в моей семье. И вы знаете, пришел определенный момент в жизни, когда определенные трудности в моей жизни, когда Бог провел определенным меня путем. И я возвращался домой, я однажды, было свое время в жизни, я работал водителем очень долгое время, и когда я возвращался домой, я попал в аварию. И когда моей жене позвонили, моя жена позвонила в больницу, ей сказали, что 98% что я жить не буду, а остальные проценты говорят, если будет жить, то он будет инвалидом. Это было в 2012 году, но вы знаете, Бог, он сильный, и если люди сегодня ставят точку в жизни человека, врач, может, ну вы знаете, наша жизнь, это в руках нашего Господа. И мы ничего не можем сделать в своей, как бы, жизни, что-то изменить. И я думаю, что сегодня каждый, кто здесь находится, то ли знающий Бога, то ли не знающий Бога, но приходили определенные моменты в жизни, когда вы просто говорили такие слова, «О Боже, Боже, помоги, Боже, сохрани, было, согласитесь, было». И скажите, и что происходило после этих слов? Вот что-то такое, ну как, ну кажется, но это нерешимый вопрос, или где-то что-то вот такое вот, а потом, о, да, наверное, я в рубашке родилась или родился. Но вы знаете, дорогие мои, нет, это слово, когда мы говорим, «Боже, помоги», это очень сильное слово. И заметьте, когда мы у кого-то что-то просим, да, просим, вот толпа людей стоит, и когда «подойдите сюда», кричим, «подойдите сюда», да, ну, редко кто-то подходит, особенно к незнакомому человеку. Но когда ты говоришь, называешь имя человека, да, он что делает? Он отзывается. И вы знаете, вот когда мы говорим и призываем Бога в свою жизнь, и когда мы говорим, «Боже, помоги», дорогие мои, он всегда помогает. Приходит отрезок времени небольшой, он помогает. Нет, не какая-то рубашка, не какое-то слово «повезло мне», нет. Бог, он слышит. И когда мы его говорим, «Боже, помоги», «Боже, спаси», «Боже, сохрани», это, дорогие мои, оно работает. Потому что для того, чтобы нам сегодня жить, Бог отдал своего сына. И вы знаете, был такой момент в моей жизни, когда вот эта авария, вот эти все вещи в моей жизни были. И я пришел в себя на третьи сутки, когда за меня молился служитель. Я пришел в себя, я не понял, весь в трубках, весь в тренажах. У меня была поджелудочная разбита, селезенка разбита, кусок тонкой кишки удален, пятно с размером сливы, вишни на легком и на сердце. Меня связали, потому что я всегда большой был такой, и врачи боялись. Хотя надежды не было, что я приду в себя. Они меня связали. И вы знаете, когда за меня помолился служитель, я открыл глаза. Он подумал, что я спал, но после этой молитвы он прикоснулся рукой с помазанием елея, и я пришел в себя. Потому что за меня на то время работали аппараты. И вы знаете, пришел такой момент, когда я сказал такие слова. Я увидел себя. Моя жена на то время весила 55 килограмм, а я весил 135. Разница есть, понимаете? И когда лежит такая немощная плоть, и это не те весовые категории. И вы знаете, я сказал, Господь, почему ты мне дал жизнь? А в это время моя жена, мои друзья, церкви, они молились за меня. И врачи меня, в принципе, собрали, потому что, ну, 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 жить он не будет. И вы знаете, когда на пятый день моя жена, моя жена, меня на третий день, я пришел в себя, на четвертый день меня перевели уже в общую палату. И когда первая ночь, первая ночь, и когда мне захотелось в туалет, я позвал медсестру. У меня было, я полностью был разрезан. Два, три тренажа здесь, три тренажа здесь. У меня посередине, здесь, возле грудной клетки, у меня была дырка. И мне каждое утро засовывали и доставали тампон, 70 сантиметров бинта. Это тампон такой, внутренность, и доставали, потому что собирала жидкость там. И вы знаете, когда меня перевели в общую палату, приехали мои друзья, и один друг увидел меня, видел. До этого он просто выбежал с больницы, с палаты этой выбежал. И вот представьте, первую ночь у меня, мне захотелось в туалет, и я вызываю, простите, что я говорю здесь за столами. И меня по-большому, и приходит медсестра, и говорит, не медсестра, а сестра-хозяйка, и говорит, я тебе помогать не буду. Под себя, а завтра все равно здесь тебя уберут, и ушла. И вы знаете, я вот так, лежа на кровати, начал просто плакать. Говорю, Господь, ну почему оно так? Зачем ты меня вернул? Ты видишь, насколько тяжело. Жена на то время беременная. И я попросил, парень лежал рядом, его выписывали, он мне помог встать, все нормально. На утро, на утро пришел врач, пришла эта, которая мне ночью сказала, смотрит, ничего не говорит. Она ожидала, что я скажу сейчас врачу, что со мной так поступили. Я промолчал, она ушла, приехала жена, и приехали моей жены два брата. Это пятый день, и я говорю им, ребята, помогите мне хотя бы пару шагов вступить. Ну пройти. Они меня взяли под руки, и я вот так, опираясь на них, прошел метров пять, и я смотрю, что мне темнеет, они меня под руки затащили, положили в кровать. И в темное время суток я взял Библию и начал читать Псалом, Псалом Давида. И там, говорит, Давид говорит такие слова, «Межи мои прошли по прекрасным местам, и жребий мой в руке твоей». И вы знаете, я начал Богу задавать вопросы, говорю, ну как, Давид же, он, там проблем было много, вопросов было много. И вы знаете, и ниже там есть слова такие, и Давид говорит, что почему? Потому что, говорит, видел я Бога впереди себя. Бог хранил, Бог ввел, Бог оберегал. И вот этими словами меня Бог подкрепил. На шестой день, на шестой день пришел врач, и мне притянули такую коляску для инвалидов, везти, которого ног нету, везти, надо было процедуру сделать. И вот этот день меня завезли, я приехал обратно. И на седьмой день, на седьмой день приходит, на седьмой день я встал, держась за стены. И, ну я скажу, что вот как от меня, и вот до тех входных дверей, которые на улице уже, до туалета, я пошел сам, держась за стенки. И я пришел, сел на унитаз, простите, я немножко подробности буду говорить такие. И у меня хватило соображений, и я звоню жене. И говорю такие слова, ты знаешь, где я? Оно сейчас смешно, но я скажу, я это говорил со звезами в глазах. Я говорю, я пришел сам в туалет и сел на унитаз. Через, на следующий день мне приходят опять с этой инвалидной коляской, и говорят на меня, поедем на первый этаж на УЗИ. И когда я сказал, нет, я пойду своими ногами, врач говорит, ну как ты подержишь, нет, я пойду своими ногами. И когда я пошел своими ногами, пришел в лифт, захожу в лифт, а лифтерша, женщина, она смотрит на меня, и знаете, так задом отходит от меня. И я не понял, почему она так делает. И она на весь лифт закричала такие слова, слава Богу. Я задаю ей вопрос, задал ей вопрос, а что такое, почему? Она говорит, я дежурила, когда тебя привезли. Тебя, говорит, просто вот так принесли, вот так вот, как вот ненужное, просто вот так бросили вот так на, на этот, на такую тачанку, как не знаю, как это называется. Кушет, на кушетку положили. Говорит, ты храпел. У тебя зрачки были уже, это первые признаки, когда уже все, не дышит, человек храпит. Зрачки были эти закатаны. И она, она говорит, слава Богу. И вы знаете, через две недели, через две недели, я пришел на поправку, и ко мне приходит врач и говорит, мы тебя не выпишем. Я просился, выпишите меня. Они говорят, мы не можем тебя выписать, с тем, что у тебя было внутри. И я просто целую неделю лежал и пил таблетки. И вы знаете, когда меня выписали, оперировал меня хирург, который, ну, к ему, как сказали, только с последним диагнозом обращаться, когда уже на кладбище надо будет везти человека. И вы знаете, когда я уже выписывался, мне сказали, ну, покуда ты обколотый, наколотый, будет все хорошо. Но последствия этой аварии, этой операции будут серьезные. И вы знаете, прошел отрезок времени, я кушаю, ну, в лучшем случае, минут 20, и меня все выгоняет. И так с 2012 года по 2016 год. Я не знал, почему, что пришел гормональный сбой. Это сейчас я вешу 145 килограмм. Да, ого. Но в 2021 году я весил 268. Да. Ко мне, у меня пошел гормональный сбой в организме. Я не знал, почему, я не знал, по какой причине, что со мной происходит. Я к врачам, мне врачи говорят, у вас, у вас просто с желудком проблемы. Я говорю, ну, так что делать, как? И я приехал в Минск, и мне профессор говорит, будем тебе ставить на желудок кольцо. У меня оказалось еще 90% желудка, которые не работают. У меня попадала туда еда, и за счет того, что она не работает, желудок, у меня просто часть, что я вытошнил, часть оставалась, оно гнило, и меня разносило. Когда мне поставили кольцо, на утро врач приходит, профессор в Минске приходит, и говорит на меня, как ты вообще жил? Я говорю, а что такое? Он говорит, все твои внутренности, внутренности вот так в одной жме не были. Это называется спайка кишок, чтобы вы знали. С 2013 года по 2017 год я жил спайкой кишок. Врач сказал мне так. В лучшем случае человек 3-4 дня, вот с такой спайкой, и он умирает. В лучшем случае. Вы знаете, я поднял руку к небу и сказал, благодаря Богу. И он посмотрел на нас и сказал такие слова. Да, я знаю, Бог есть. Но через неделю, через неделю у меня это кольцо лопнуло, оно все равно не выдержало. И вы знаете, пришел момент, когда у меня была такая ситуация, что у меня уже и пошла жидкость, не наружу начала выходить, а внутрь. В понедельник я весил где-то 230 килограмм, вторник где-то 235, среда 240, и вот так до пятницы у меня доходило 268 килограмм. Раньше до этого я раз в два месяца пил мочогонные, жидкость выгоняла, а дошло до того, что я уже начал раз в неделю уже ездить капаться. Потому что за неделю от 25 до 30 литров жидкости за неделю меня просто выкачивали. И пришел момент, я, есть такие таблетки, вы знаете все, это мочогонные фуросимид. И есть такие таблетки диувер. Чтобы эти таблетки работали, мне приходилось пить 5 таблеток фуросимида за раз. И 5 таблеток диувера дозы десятка, не 0 пятка, а десятка. И только 30 минут, я 30 минут, ну час от силы, они работали, дальше они не работали. Это я сегодня говорю о том, вам рассказываю, что делает Бог в жизни, когда врачи говорят, что нет. И когда пришел момент, и даже у меня еще попал такой момент, когда у меня была корона, я под это попал время, но я благодарен Богу, что Бог разбудил мою жену, и она в это время проходила возле моей комнаты, потому что когда я болел, она подошла, она меня просто разбудила. Я уже начал синеть, потому что мне не хватало воздуха. И были такие моменты, когда я ложился спать, и я боялся спать на спине, потому что я ложился, жидкость подходила, и жена много раз меня будила, потому что мое дыхание, она говорит, смотрю, ты так до 30 посчитала, ты воздух спустил. Но, говорит, было много раз, она меня просто будила. Ты, говорит, воздух набираешь, обратно ты не отпускаешь минуту. И она меня будила. Вы знаете, и пришел момент, когда я сказал, Господь, что дальше, как дальше? Ты видишь, насколько мне тяжело. И, знаете, Бог настолько, мое сердце, дорогие, Бог всегда нам говорит, через обстоятельства, через нашу совесть. Поймите, когда мы искренне приходим и говорим, Господь, ну, ты видишь, что трудно мне, тяжело мне. Знаете, Бог, Он отвечает. Сегодня все зависит от нас, дорогие мои. Если сегодня человек нуждается в чем-то серьезном, и он знает, что у этого человека есть это, и оно жизневажно для меня, скажите, вы, наверное, будете неотступно идти к этому человеку и просить так же. Вот что-то подобное сегодня, когда мы приходим к Богу и говорим, Господь, ты видишь, не получается. Боже, помоги мне. И вы знаете, насколько внимательно надо быть и ожидать, и Бог, Он выходит на встречу, Он помогает. И вы знаете, и когда пришел момент, и я говорю, Господь, ну как? И у меня была возможность, я являюсь служителем, на то время я уже нес служение в Гродненскую область, за молодежь отвечал. И меня пригласили в Польшу провести, поучаствовать тоже в такой конференции. И нас, я жил у человека, который, он юрист, и у него на обслуживании был профессор. Он ходит в десятку лучших профессоров всего нашего, можно сказать, земного шара. На основании его книг преподают в Америке именно по желудкам, по этим вещам, преподают в медицинских учреждениях. И когда он меня встретил, он говорит, как ты живешь, неужели ты не можешь что-то с собой сделать? Я ему объяснил, что у меня происходит. Эту операцию, я сделал в Польше себе операцию, Бог помог, Бог благословил, как материально, так и физически, потому что мне эту операцию могли бы сделать и в Беларуси. Но на то время проблема была. Аппарат, который делает, не помню, как он называется, человек ложится и его в такой, как в такую трубу, МРТ, да, такие аппараты только выдерживали до 160 грамм человека. А дальше, как говорится, только если лебедкой закручивать его туда в этот аппарат, потому что и мне врачи говорили, ты похудей, хотя бы скинь. Я говорю, как я могу похудеть, если у меня, ну, у меня даже были такие моменты, что я в 12 часов, знаете, вы подумайте, может я такой слабохарактерный, но нет. Я в 12 часов не раз ночи сидел и плакал. Я настолько испытывал жажду покушать от голода. Вот представьте, ты покушал и через полчаса все выгнало. И вот так на протяжении дня. И настолько уставший пришел момент, когда ты просто сидишь, ты понимаешь, что тебе хочется есть, оно все равно, вот этот голод настолько был. И когда я приехал делать операцию туда, этот врач мне сказал, говорит, а хоть ты будешь 300 килограмм. и когда я приехал уже туда делать операцию, мне лег я в больницу в воскресенье, в понедельник в 9 утра приходит врач, профессор и говорит, надо нам тебя взять анализы, все это быстро побрали и говорит, мы не можем тебе сделать операцию сейчас, потому что у тебя высокое давление и мы не можем делать тебе эту операцию, потому что мы можем тебя в наркоз ввести, ты можешь не выйти. И они начинают вокруг меня бегать, они ставят мне капельницу, минута и капельница не капает. у меня настолько было загустение крови сильное, что до этого, до этого, когда я руку там порежу или что-нибудь, я обычно никогда не, я никогда не перебинтовал руки. Даже однажды со своим швагром я говорю, смотри, я работал и пальцем по молотку дал, разбил кожу и кровь идет, и я говорю, смотри, больно, конечно же, ну, эксперимент ему такой показывал, минута, минута проходила и кровь уже переставала капать. Ничего не делал. И когда этот профессор поставил, поставили, они не знают, что делать, они давали таблетки, все, и он говорит, я все видел, говорит, есть у людей там маленькая часть, тромб где-то в венах, да, говорит, но ты ходячая бомба, как он мне сказал, ты ходячий тромб, как ты, говорит, вообще, как ты, человек, говорит, жил. И он приходит в час дня, ставят эти все на меня и говорят, у нас есть полчаса, чтобы его обвести в наркоз и сделать операцию. И вы знаете, прошла удачная операция, на следующий день, мне удалили 90% желудка, на следующий день, на следующий день, я вечером был у друга своего уже дома, после такой операции, это был вторник, в четверг я пришел к нему на прием, и в субботу на маршрутке я уже приехал в Беларусь. Вы знаете, я к чему это сегодня говорю, это на самом деле Бог, явил милость, послал нужных людей, дал возможность прожить, и знаете, еще я скажу, что этот врач, профессор, он говорит, в моей практике, в моей практике, после уже операции всей, говорит, я приехал, сдал все анализы, все сдал, он посмотрел и глядит на меня, он мусульманин, и он сказал такие слова, говорит, Бог твой очень сильный, говорит, я столько сделал таких операций, но чтобы за два месяца, за два месяца, за два месяца, все вот эти вот, как это называется правильно, все вот эти, которые анализы разные, там сахар, вот эти все, все, показатели, говорит, настолько быстро становятся в норме, никогда, говорит, такого не было, говорит, никогда такого не было, и его очень сильно еще удивило, что, говорит, который уже больше 170 килограмм весит, 99%, что это уже сахар, он сахар, сахарный диабет у него, у него, я дошел до 268, и по сегодняшний день у меня сахар в норме, по сегодняшний день у меня давление в норме, за год я скинул 100 килограмм, и на сегодняшний день я вам скажу, что Бог, он реален, Бог, он реален, и он сегодня дает жизнь, и моя, и твоя жизнь, знаете, в руках нашего Господа, чтобы сегодня чувствовать Бога, мы должны каждый понуждаться, прийти просто искренне, прийти, сказать, Господь, я знаю, что ты есть, искренне, Бог искренне поступает, искренне, может, для кого-то это что-то, я говорю, сейчас непонятно, но я знаю, что Бог реален, и по сегодняшний день, по сегодняшний день, он со мною, чтобы сегодня вот это вот понять, надо его пережить, потому что, когда человеку обычно говоришь, да не может быть, да это нет, так это, чтобы сегодня понять некоторые моменты даже из моей жизни, я не говорю, что нужно прожить или пройти, как я прошел, нет, но это надо просто лично понуждаться в Боге, искренне прийти, и вы по-другому на многие вещи будете смотреть, на многие моменты в жизни вы будете по-другому говорить и видеть, чтобы попробовать вкус, что-то вкусного, его нужно попробовать также, это одинаково, когда, знаете, я буду сейчас, стоял бы здесь, да, и кушал бы там вот мед, да, и вас бы спрашивал, ну что, вам вкусно? Нет, потому что вы это не попробовали, поэтому, дорогие мои друзья, дорогие гости, приглашенные, пусть Бог благословит вас, кто ни разу не взывал Богу, кто ни разу не говорил, не открывал свое сердце, так как есть, придите домой, зайдите в комнату, искренне, просто так скажите, Господь, я хочу видеть, я хочу слышать Тебя, все то, что находится внутри у Тебя, даже, я вам скажу даже так, недовольствие даже к Богу, или претензии какие-то, просто искренне скажи, Господь, ну хорошо, но если ты, как люди говорят, есть, почему в моей жизни вот это, почему в моей жизни вот это, почему в моей жизни вот это, искренне подойдите, и Он скажет вам, скажет вам, если вы искренне, услышите меня, искренне подойдете и скажете, как есть, Бог скажет, пусть Бог благословит, чтобы ваши жизни, на самом деле, они были наполнены Богом. Хочется пожелать, чтобы то, что у вас происходит сейчас внутри каждого, чтобы вы понуждались Боге, и Бог, все это внутреннее ваше состояние, те переживания, те недовольствия, те, может, огорчения, разочарования, Бог поменял, забрал все вот это, отдал свою радость. Вы знаете, когда в Библии написано, когда ангелы пристали перед пастухами, там было сказано так, ангелы сказали, мы возвещаем вам радостную весть. Рождение Иисуса – это радость в жизнь каждого человека. Это благословение, это устройство. Это не слезы разочарования, а это слезы радости. Поэтому мы по сегодняшний день, если бы кто-то что-то мне сказал, что Бога нет, Он есть, и Он реален. Пусть Бог благословит вас. Пусть Бог благословит вас.